Ростов сегодня это ДТП на пешеходном переходе с участием ребенка и пенсионерки и гранаты на калитки, как угроза хозяевам дома. Это новые модульные туалеты в центре города и специальные ресурсные классы для обучения детей с расстройствами аутистического спектра. А также вековое празднование юбилея ветерана войны во дворе его пятиэтажки. Ростов сегодня это поход на Старый базар, на рыбалку, улов которой золотая соленая рыбка и новый ростовский баскетбольный клуб Пересвет ЮФУ, выросший из трехстороннего соглашения с участием Ростов-Дона. А еще это Пушкинская карта, с которой молодые люди смогут бесплатно ходить в театры и музеи. И приход осени с дневными плюс 19 за окном на первом ростовском информационной программе Ростов сегодня. Ее ведущие Рубен Данов и Алина Николаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Пенсионеры, получающие пенсию на банковскую карту, получили или получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей сегодня. Это коснется по данным Минтруда 30 миллионов 700 тысяч человек. Остальные почти 13 миллионов пенсионеров начнут получать эту разовую выплату с завтрашнего дня одновременно с пенсией. Размер материнского капитала в следующем году назвал глава Минтруда. После индексации цифры будут такими. 503 237 рублей на первого ребенка и 665 тысяч 9 рублей на второго. Семьи, уже получившие больше полумиллиона за первенца, за второго ребенка получат 161 772 рубля. Мальчик шел по зебре на зеленый свет и был сбит машиной 75-летней пенсионерки. Такое ДТП на проспекте Нагибина в сводке ростовского городового. Также Анастасия Фериченкова расскажет о разнообразных гранатах на калитке и воровской атаки на асфальтоукладчики. Ростовский городовой на страже информации о самых заметных событиях этого дня расскажу прямо сейчас. Здравствуйте. 75-летняя женщина за рулем сбила 9-летнего мальчика, когда тот по всем правилам переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. ЧП случилось накануне на проспекте Нагибина. По какой причине пенсионерка не стала тормозить на красный неизвестно. Школьник с травмами доставлен в больницу. Полицейские проводят проверку и призывают водителей быть особо внимательными при подъезде к пешеходным переходам. 43-летнюю учительницу вместо букета цветов к началу учебного года дома ждал неприятный сюрприз. На калитке своего частного владения в Веселовском районе она обнаружила пакет с сочными гранатами. Но это снаружи, на рисунке, а внутри совсем не фрукты. Предмет, похожий на ручную гранату, что РГД-5 был привязан к ручке калитки. Плюс записка, грозящая взрывом. Напуганная женщина позвонила в полицию. Из ближайших домов эвакуировали 14 человек, вызвали взрывотехников. К счастью, обошлось. В результате выезда на место происшествия сотрудники полиции установили, что объект, конструктивно схожий с ручной гранатой, к производству взрыва не приводен. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника. Кому адресовывалось послание, выясняет полиция. Есть информация, что намек был не для женщины, а для ее мужа. В любом случае, за такие шутки виновник теперь может сесть в тюрьму на два года. Два брата 33 и 35 лет атаковали отдыхавшие дорожные машины. Вооружились инструментами, выследили асфальтоукладчики на стоянке и быстренько в четыре руки. Сняли с них два пульта управления стоимостью 300 тысяч рублей. Но ловкости также оперативно скрыться не хватило. Полицейские оказались быстрее. Автомобиль преступников блокировали, их арестовали. Теперь ворам грозит пять лет колонии по статье кража. Кстати, один из них уже был судим за разбой. На этом у меня все, коллеги. Опять поползла вверх общероссийская коронавирусная статистика из-за скачка в Москве и Санкт-Петербурге. За последние сутки зафиксировано без малого 19 тысяч инфицированных. В Ростовской области незначительное снижение. 475 новых случаев заражения сегодня. Накануне было 479. В Ростове 196 положительных тестов. 11 в Волгодонском районе, по 9 в Волгодонске, Оксайском и Красносулинском районах. Показатель смертности остается стабильно высоким. Еще 28 больных с ковид спасти не удалось, в том числе 30-летнего мужчину. Остальным умершим за 50. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии 32 пациента. Привились от коронавируса за сутки всего 7 тысяч жителей региона. И общее число вакцинированных теперь 1 452 000. В целом по стране заболевших почти 19 тысяч. Умерли 798 человек, 18 500 выздоровели. 10 модульных уличных туалетов установят в центре Ростова до 27 сентября. Вот как они будут выглядеть. Две кабинки с отдельными входами, одна из которых с пандусом для людей с ограничениями здоровья. Внутри обогреватели для зимы и система вентиляции для лета. А чтобы никому не хотелось конструкцию сокрушить, по периметру камеры видеонаблюдения. Туалеты будут платными с терминалами безналичной оплаты. Срок работы этим модулем определили не менее 10 лет. Ну а расставят их так. Три на Береговой, три на Пушкинской, по одному на Большой Садовой, в Ворошиловском, Московской и сквере Фрунзы. Приобщиться к бытовой и школьной жизни детям с аутистическими расстройствами помогут ресурсные классы. Это новая модель обучения, которую начали внедрять в четырех ростовских школах. В классе не более 8 учеников и каждого сопровождает личный тьютер. Веселая разминка и можно мчаться в мир знаний. Путешествие долгое и сложное, но в помощниках опытные педагоги и личные тьютеры. С таким сопровождением будут покорять школьную программу первоклассники, которым нужен особый подход. Условия, необходимые детям с расстройствами аутистического спектра, предоставят специальный ресурсный класс. Это школа, в которой были открыты коррекционные, уже были открыты коррекционные классы для детей с расстройствами аутистического спектра. И в этом году нас пригласили в такой большой, значимый проект открытия ресурсных классов. Новая модель обучения должна помочь детям социализироваться, приобщиться к школьной жизни и постепенно, без стресса, перейти в обычный класс. Программы и формат обучения разработали с учетом особенностей учеников. Например, уроки здесь по 20 минут, предусмотрены работа с логопедом-дефектологом и адаптивная физкультура. В классах специальные парты, за которыми можно и сидеть, и стоять. Мы в пределах одного класса, не более 8 человек, создаем максимальные условия для того, чтобы ребенок с разными нарушениями, которые характеризуют этот аутистический спектр, мог настроиться на обучение, познакомиться со школой, мог научиться общаться со сверстниками. Ресурсные классы открылись в четырех школах Ростова, а также в Батайске и еще нескольких районах. Места выбрали по наибольшему числу детей с аутистическими расстройствами, идущих в первый класс. Виктория Щетинина, Николай Кубышкин, Первый Ростовский. Подарки, цветы и персональный концерт во дворе у дома. Так сегодня поздравляли с юбилеем ветерана Великой Отечественной. Таганрогцу Вадиму Терновому исполнилось 100 лет. Юбиляр принял подарки, поговорил по телефону с губернатором и рассказал, когда жить до таких лет у нас по Кавказке. Не ожидал, что так долго могу жить, шутит ветеран, и сразу делится секретом долголетия. Активность, общение с разными людьми, много чтения и, самое главное, здоровый образ жизни. Ну я вам скажу одну вещь. Я не курил и водку не употреблял. Я человек кавказский, вино, в основном виноградное вино, оно и сейчас немножко, по 50 грамм перед обедом. Вадим Терновой родом из Грузии, оттуда и был призван в армию в Закавказский военный округ и служил почти 30 лет. Сначала начальником связи во второй воздушной армии Южного фронта, затем в спецслужбах. Прошел войну и видел вживую парад победы. Но не в качестве участника парада, а так называемого похоронения. То есть стоял как раз на углу ГУМа против Спасских ворот. Видел выезд Жукова, встречи с Аркансковским, в общем, все вот эти мероприятия. Всюду были товарищи, всюду были друзья, но знакомую улицу позабыть он не мог. Где ж ты, девушка милая, где ж ты мой огонек? Со столетним юбилеем ветерана поздравили прямо во дворе его дома в Таганроге. Сюда он переехал с семьей в 76-м. Среди гостей представители Совета ветеранов и Совета ветеранов ФСБ, НИИ, связи, где он работал, депутаты, военный комиссар города и просто соседи. Я неоднократно пребываю к нему домой, на 9 мая поздравляем. С днем рождения всегда ездили поздравлять. Открытый человек, веселый, здоровый. Я хочу от всего личного состава военного комиссариата, к которому сейчас принимаю участие, поздравить его с этой годовщиной, пожелать ему счастья, здоровья, успехов, благополучия и дальнейших просветаний в его жизни. Я из губернатора Ростовской области почетная грамота, поэтому я вас очень сильно поздравляю. Вам главное – крепкого здоровья. Только здоровья. А единственное, что нам нужно – постараться. Василий Голубев поздравил Вадима Михайловича и лично, по телефону. Пожелал здоровья и поблагодарил за службу и работу. Мария Филинкова, Владимир Савилов, Первый Ростовский. Что нужно человеку, чтобы добраться до Черного моря? Самодельная гитара и вагон с углем. Романтичный способ автостопа заметила через интернет Екатерина Лободина и готова показать, что еще обрадовала или расстроила ростовчан в сети. Еще ростовчане обсуждали хвостатого кассира на вокзале. Призыв стать не блогером, а кондуктором на япончике с крылатой обсыпкой. Подробности сейчас расскажу. Романтика грузовых поездов. Мужчину, который пытался добраться до Черного моря в вагоне с углем, задержали в Ростовской области. При себе у него была только гитара, да еще и самодельная. Пользователи этому беспечному бременскому музыканту позавидовали. Вот умеет парень жить, только вот за что его задержали? За то, что он был счастлив? В чем проблема-то? Забыли, как автостопом добирались в Лиманчик. Но скептики тут же опустили восхищенных комментаторов на землю. Так это же прошлогодняя новость, зачем ее здесь обсуждать? И что тут такого? В Мавритании так и ездят на грузовых поездах. Никто никого не трогает. Но от нас до Мавритании не доехать. Старший кассир на пригородном вокзале уснул на рабочем месте. Может безобразие, а может и ничего. С каждым может случиться, но картина подписчиков умилила. Ведь спящий кассир этот, вдобавок ко всему еще и кот. Пользователей такой подход к работе не разочаровал. Многие даже позавидовали. Кажется, там неплохо кормят. Можно я там поработаю? Только подоконник сделайте побольше. Не становись блогером, стань кондуктором, приноси пользу людям. Такую рекламу заметили ростовчане в общественном транспорте. Но пользователи этот рекламный посыл не оценили. Стань кондуктором и живи на маленькую зарплату. Ну, страдай. Лучше уже блогерам, им больше платят. Хотя можно вести, например, блог о кондукторстве. А наблюдательные горожане заметили. В Ростове кондукторов нет. Это фото точно сделали не у нас. Так, может, потому и нет, что все идут блогеры? Пончики с мясной обсыпкой продают в ростовском супермаркете. Такую находку сделал автор поста с фото. Пончики в упаковке, а на них прилипшие мошки. Скорее всего, конечно, насекомые залетели через щели, не смогли выбраться. Там и остались. А комментаторы стали возмущаться. Я бы на месте автора в суд подал. В магазине должен быть проверяющий, отслеживать такой товар и вовремя убирать его с прилавков. А не надеяться, что его кто-нибудь купит. Но нашлись и защитники продавцов и мошек. Вот раздули проблему. Белок – это всегда хорошо. Это весь мой лов интернет-новостей на сегодня. Коллеги, передаю слово. Спасибо, Катя. Продолжаем программу. Далее выпуски. Ростов сегодня – это поход на Старый Базар, на рыбалку, улов которой, золотая соленая рыбка, и новый ростовский баскетбольный клуб «Пересвет Юфу», выросший из трехстороннего соглашения с участием Ростов-Дона. А еще это пушкинская карта, с которой молодые люди смогут бесплатно ходить в театры и музеи, и приход осени с дневными плюс девятнадцатью за окном. Лишь тарань и соль по вкусу. Рецепт простейший, результат – закачаешься, как поплавок где-нибудь на речке. Соленая рыба гораздо лучше той, что плавает где-то между водорослями. А в нашем городе это вообще культовый продукт, так что наш корреспондент Олеся Слынько на Старый Базар не пошла, а побежала. Всем привет! Поймать на крючок эту рыбку труда не составит. Ей лень перемещаться, зато не прочь поесть, поэтому доверчиво идет на наживку. Тарань – рыба социальная, так что если клев у соседа, то скоро добыча пойдет и к вам. А еще таранку любят за разборчивость в еде. Она точно не будет есть всякий мусор. Азовская тараночка, очень вкусная, ароматная, икренная. Слабосоленая, она более вкуснее, чем когда она уже в корень посолена, как ростовчане говорят. Вкусная тарань едва не исчезла. Так пришлась по вкусу россиянам и украинцам, что пришлось регулировать ее численность. Но сейчас популяция в норме. Таранка покидает насиженное место только вынуждено два раза в год. На нересты, чтобы найти уютное место для зимовки. Капризная рыбка любит тепло, комфорт и чистоту. Предпочитает чистое дно, без коряк. У нас такие лещи огромные, просто икренные, прям вот видно по ним. Они очень жирные, вкусные, бесподобные, малосольные. Икрен их сразу видно. Во-первых, тут все набитое сразу. Если он не икреной, он будет более плоский, пустой. Икренные сразу такие, шикарные. Вот икреной тоже, видите. Лещ – еще одно рыбное лакомство, которое любят гости города за размер и вкус. Кстати, он питается не просто так. Можно сказать, получает еду за свой труд. Добывая пищу, спахивает дно и выпускает вредный сероводород для речных обитателей. Пузырьки газа иногда и выдают голодную рыбку. Если таранка миниатюрная, то лещ гораздо мощнее. Но растет медленнее. Четырехкилограммовый вес он может наедать лет десять. Зато этот процесс не заканчивается до конца жизни. А это четверть века. Если никто не поймает, конечно. Кстати, гордо именоваться лещом могут только крупные рыбы. Малышей до килограмма рыбаки называют подлещиками. Сушеная вяленая рыба – самый стабильный продукт на старом базаре. Вот уже несколько лет рыболовые продавцы удерживают цену. Колеблет ее только размеры рыбы. Миниатюрная таранка стоит 550 рублей за кило. А лещ стартует с 450 доходит до 850. Но этот подъем не окончательный. Чем больше, тем дороже. Принцип рыбной торговли. И нельзя сказать, что вкуснее лещ или тарань. Тут все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Можно только утверждать, что соленая рыбка точно вкуснее на старом базаре. По крайней мере, так утверждают старобазарные эксперты. На этом у меня все. Коллеги. Спасибо, Олеся. Переходим к спорту. 27-летний таганрожец Александр Скалиух доплыл сегодня до бронзы паралимпийских игр в Токио на дистанции 100 метров бутерфляем для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Он многократный победитель и призер чемпионатов мира, Европы и России. И вот первая медаль главного турнира. Уступил Александр только австралийцу, установившему мировой рекорд, и итальянцу. А бронзу вырвал у другого итальянца, опередив его на 21 сотую секунды. Ну а у обозревателя Ростова спортивного Марины Черных есть информация о футболе и баскетболе. Да, коллеги, о футболе и есть что рассказать и нечего-нечего. О наших в сборной ни Песеяков, ни Осипенко в матчи с Хорватией на поле не вышли. Ну а есть что о ближайшем будущем ФК Ростов. Футбольная российская премьер-лига вывесила расписание матчей седьмого по десятый тур чемпионата страны. Ближайшая игра Ростова в понедельник, 13 сентября, дома с Краснодаром. Начало в половине восьмого. Дальше в субботу 18-го гостевая игра с крыльями советов. 26 сентября домашняя встреча с Ахматом. И 3 октября выезд в Москву к локомотиву. Напомню, что Ростов-арену сейчас можно заполнять на пять тысяч болельщиков. А теперь о будущем нашего баскетбольного клуба. Сегодня в Южном федеральном университете подписано трехстороннее соглашение о партнерстве. Стороны соглашения ЮФУ, Ростов-Дон-ЮФУ и спортивно-стрелковый клуб «Пересвет». Баскетбольный Ростов-Дон-ЮФУ идет на повышение в классе с новым названием. Помимо университета поддерживать баскетболисток будет спортивно-стрелковый клуб «Пересвет». И по этому поводу гендиректор БК Елена Швайбович, ректор ЮФУ Инна Шевченко и Павел Швацкий, зампредседателя совета директоров группы компании «Ростовский порт», собственника «Пересвета» подписали трехстороннее соглашение. Теперь Ростов-Дон-ЮФУ остается в истории, а клуб называется «Пересвет-ЮФУ». С прошлым «Пересветом» другим донским баскетбольным клубом спонсоры не сошлись в видении по движению вперед. А здесь уже все предельно ясно. Наши многократные чемпионки «Суперлиги-1», давно из нее выросшие, наконец снова попробуют силы в главном российском дивизионе – «Премьер-лиги». Мы очень обрадовались, когда узнали эту новость, не верили до последнего, но в итоге бежать стало еще легче, еще больше, еще лучше, потому что мы поняли, что нам бороться с очень именитыми соперниками, и нас это не пугает, а только вдохновляет развиваться. Громких прогнозов не дают, но обещают показать все свои возможности. В этом сезоне наш клуб лишился лидеров – Анны Зайцевой и Дарьи Просолуповой, а пополнился двумя перспективными новичками. Итак, знакомимся. Разыгрывающая Анастасия Купленова – серебряный призер чемпионата мира, чемпионка и бронзовый призер Евро в молодежных сборных. Настя пришла к нам из Самары. 25-летняя баскетболистка будет играть под 25-м номером. Очень приятно находиться в коллективе, у которого есть какое-то будущее и есть большие цели, и мне кажется, это будет очень интересный сезон для нас. У Екатерины Рябовой есть опыт игры в премьер-лиге. В прошлом сезоне она выступала за Сыктывкарскую Нику и вызывалась в основную сборную страны. Кстати, Катя – воспитанница нашего главного тренера Дмитрия Федосеева, с которым в 2016 году выигрывала Суперлигу и признавалась лучшим легким форвардом. Запоминайте, это 30-й номер. В прошлом году я выступала за дебютантов Сыктывкар. Мы в прошлом году заняли четвертое место, и мне понравилось быть дебютантом в команде дебютантов, и я решила прийти сюда. Да, нам будет сложно в этом сезоне, но я уверена в том, что команда сможет показать хороший и качественный баскетбол. Все невозможное возможно. В прошлом году, вот Катя сказала, команда Сыктывкара дебютировала в премьер-лиге и заняла четвертое место. Укреплять состав будут по необходимости, а старт уже 14 сентября. В Пензе начнется отборочный раунд Кубка страны. В нашей группе Оренбургская Надежда, Казаночка и местная юность. Ну, а в премьер-лиге начнем дома 3 октября. И сразу с монстрами – курским «Динамо». Играть клуб будет, как и раньше, в зале на Комарова. Марина Черных, Владимир Трофимович, Первый Ростовский. Пушкинская карта – это театр и музей бесплатно. Действует она с начала осени на всей территории страны, а получить ее могут те, кому от 14 до 22 лет. На эту карту государство перечисляет 3000 рублей, и их нужно потратить до Нового года. А 1 января поступит, как планируется, еще 5000 на оккультурный досуг. Вот только копить нельзя, суммы обнуляются. Если вы получили или собираетесь оформить пушкинскую карту, нужно помнить о том, что самостоятельно ее пополнять нельзя. Нужно использовать средства до 31 декабря. И если вам 22 года уже есть, а 23 исполнится, допустим, 25 декабря, то уже 26-го ваша карта обнулится. Так что тоже нужно успеть использовать и сходить в театр, музей или филармонию. Сейчас я тебе расскажу, как это работает. Скачай приложение Госуслуги Культура и войди в него через свою учетную запись на Госуслуга. И войди в простую регистрацию, если учетной записи у тебя нет. Пушкинская карта уже есть у Дарьи Топольсковой. Ей 19, она студентка и не стала откладывать оформление. Программа запущена 1 сентября. Рассказывает, что все заняло несколько минут. Сегодня утром я проснулась, зашла на Госуслуги Культура, оформила карту и посмотрела, какие есть у нас мероприятия на ближайшее время. Мне нравится музыка, я слушаю такую не современную, а классику, допустим. И в принципе, когда увидела новость об этой карте, я подумала, что это отличная возможность для саморазвития, самосовершенствования, чтобы узнать что-то новое. В нашей области, рассказывает министр культуры, в проекте Пушкинская карта участвуют все государственные музеи и один федеральный Шолохов центр. Все театры, филармонии и концертные организации, ансамбль песни и пляски данских казаков имени Квасова. 3000 рублей. Сумма может и небольшая, но в Минкульте прикинули. При правильном раскладе молодые люди могут увидеть многое. Номинал 3000 рублей до конца года. Просчитали, значит, наши молодые люди могут посетить более 10 экскурсий в музеях, если мы берем направление музеев. Если берем театральное направление, то это около 7 театральных спектаклей, ну, либо одну, две главные премьерные постановки, в зависимости от стоимости билетов. Пушкинской картой может пользоваться только тот, на кого она зарегистрирована, зато в любом городе страны. А 1 января на карту поступит 5000 рублей на 22-й год. Галина Белоусова, Сергей Вишняков, Первый Ростовский. 86% россиян довольны своей работой и получают от нее удовольствие. Такие удивительные результаты получил в ЦИОМ после опроса об отношении к профессиональной деятельности. А мы сузим круг и узнаем, как относятся к своим рабочим местам ростовчане. Я очень довольна своей работой, потому что это моя первая работа. Для меня это очень ответственно, поэтому мне нравится. Я упаковываю товар, но это интересно достаточно. Был доволен сейчас на пенсии. А вспомните, кем вы работали, расскажите. Я работал в электроэнергетике, 45 лет. Интересная была работа. Был карьерный рост, нормально. Самое главное, что трудиться надо всегда с душой и с чистой совестью. Я работал вертолетчиком, пилотом первого класса. На север строил дружбу, тепло, везде газотрубы. Все это возил, делал я, нефтевышки, все. А как вы считаете, важно, чтобы работа приносила удовлетворение моральным и материальным? Конечно. А почему? Как почему? Если не будет удовольствия в работе, значит не будет хорошей работы. Это закон такой. Ну, работа не должна делать ущерб себе. Я работала на двух предприятиях, я жаловалась всю жизнь. А сейчас я понимаю, что домохозяйка будет даже лучше. Получаю удовольствие. Я работаю в спецназе. Это важно. Приносит, наверное. Я преподаватель. Нравится работать. Не хотели бы ее сменить? Нет, люблю детей. На работе мы проводим большую часть своего дня. Я думаю, что это важно для внутреннего спокойствия, здоровья и для, скажем так, здоровья окружающих нас. С кем вы работаете? И вот так же ваша... Ну, во-первых, я не работаю, я зарабатываю. Занимаюсь живописью и инвестициями. Самое главное найти свое дело, дело, которое вам по душе, и вам не придется работать. Вы будете заниматься любимым делом всю жизнь. Да, это правда. Я вам всем желаю. Хорошего дня. Ну, важно, чтобы ты приходил на работу не как на каторгу, да, а морально тебе было там хорошо. Я работаю в перинатальном центре, ну, как бы я довольна, поэтому я желаю всем, чтобы все нашли работу себе по душе. А вы? А я не работаю. И очень тоже довольна. Штормовое предупреждение о ливнях с грозами и порывистым ветром продолжает действовать сегодня и до завтрашнего утра. И это не пустые слова. В Ростов точно по календарю пришла осень. Тучи, ветер, дождь, все при ней. И наш метеокор Иван Полейхин утверждает, что завтра погода преподнесет несколько сюрпризов. Видно, девушка с ведром нашептала. Горожане, сегодня пойдет дождь, ну, по крайней мере, в Ростове. Ну, по крайней мере, такие прогнозы дают синоптики. Ну, может быть, может быть, не спорю. А вот вы знаете, какой самый дождливый город у нас в стране? Может быть, кого-нибудь удивлю, но Санкт-Петербург, традиционно считающийся, ну, таким дождливым, с морем осадков, не входит даже в топ-3 этого рейтинга. На самом деле, город Наневе занимает четвертое место. А как же выглядит тройка лидеров? Вот следующим образом. Итак, на третьем месте северо Курильск. Такой небольшой городок. Там дожди идут в среднем где-то 194 дня в году. Ну, да, прилично. На втором месте, Мурманск, то есть серебро у Мурманска, там 209 дней из 365, влажные, с осадками и так далее. Ну, опять же, в среднем, да. Ну, и золото у Якутска 223 дня из 365, то есть около 60%, там льет дождь, ну, льет, капает по-разному, в общем-то. Но нам с моей бронзовой подругой никакие дожди не страшны, никакая влага с небес не страшна. У нее и так, вон, полное ведро воды. Субтитры сделал DimaTorzok Дождливая и хмурая погода Дождь будет сохраняться в Ростове где-то до вечера пятницы. И температура за два этих влажных дня резко упадет. Сегодня ночью 17 теплых градусов, а завтра днем на уличных термометрах всего плюс 19. Ветер, к слову, разойдется совсем уж по-осеннему. Его скорость в последний рабочий день недели целых 7,5 метров в секунду. В общем, достаем плащи, зонты и прочее осеннее обмундирование. Что ж, таким был Ростов сегодня, а каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском, завтра же в 19.00. Наши новости можно найти на сайте 1Rostov.tv и во всех соцсетях. Присылайте свои идеи, наблюдения, фото и видео на WhatsApp и Viber. Вся информация и контакты на сайте. В студии были Рубен Данов и Алина Николаева. До встречи завтра. Всего доброго. Одежда ведущим предоставлена магазином «Манго». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова